МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В колбасе все возрасты покорны. Настоящий рай колбаса без границ. С открытием казахстанских таможенных постов до Единого Союза в магазинах можно встретить огромное изобилие сортов мясной продукции. Сосиски, сардельки, ветчина, полукопченая, сыровяленая, ливерная, вареная. Красивый вид разреза и аромат нас так и манит. Выбирай, что хочешь, на любой вкус и кошелек. Аппетиты казахстанцев с каждым годом только растут. При этом горожане ежегодно колбасы съедают в два раза больше сельских жителей. Примерно 10 килограммов. А если считать на всех, то выходит более 120 тысяч тонн. При этом 96 тысяч тонн произвели в Казахстане. Остальное импорт из России, Беларуси, Канады, Австрии, Бразилии и Италии. Здравствуйте, в эфире программа «Осторожный импорт». И сегодня мы вам расскажем, какую колбасу можно считать вареной докторской. И как выбрать настоящий бессоевый батон по ГОСТу. За всю историю вареной докторской колбасы у нее было только три стандарта содержания. Три ГОСТа, которые менялись в 79, 2003 и 2011 годах. Но все это время среди как покупателей, так и продавцов идут непрекращающиеся споры. Какая колбаса имеет право называться докторской? Поверхность батона должна быть сухая, чистая, без повреждения оболочки, без слипов, пятен. Не должен иметь неприятный вкус. Вкус и запах должны быть свойственны данному продукту. Без постороннего вкуса и запаха. Она должна быть плотная, упругая. Конечно, если вы видите, что колбаса липкая, скользкая, покупать ее не нужно. В Национальном центре стандартизации и сертификации знают толк в колбасе. Здесь ее не производят. Здесь ее проверяют. На все показатели, обозначенные в трех техрегламентах Таможенного союза. Наличие декларации о соответствии, выданной аккредитованным органам, находящимся в едином реестре Таможенного союза, своеобразный знак качества для вареного батона. В колбасных изделиях не должно допускаться содержание бактерий группы кишечной палочки, сульфидриды цурищей кластридии, стафилококки ауриус. Затем патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонелла, кадмия, мышейка, свинца, ртути. Вареная докторская относится к колбасным изделиям класса А. А значит, по основным характеристикам должна быть розовой или темно-розовой. Упругой, сухой. Форма, кстати, тоже описывается в госстандарте. Батон может быть прямым, изогнутым или овальным. От 10 до 50 сантиметров. Если батон прямой, то обязан иметь две поперечные перевязки наверху. При этом массовая доля жира в докторской определена на максимальной отметке в 20%. Доля белка не менее 12%. Соли должно быть не более 2,1%. А крахмала и соевых белков быть не должно вообще. Но все ли придерживаются заданным стандартам? Некоторые недобросовестные производители даже этого не придерживаются. В основном в составе их идут нитраты, нитриты, фосфаты, эмульгаторы, какие-то красители, чтобы розовый цвет придавать. Но чтобы он был такой густой, плотненький, добавляют туда много эмульгаторов, соевых белков. Бывает, что даже добавляют белки молока. А в самом деле, если там в составе идет еще мясо, то белки мяса и молока абсолютно несовместимы. И могут вызвать в организме пищевые аллергические какие-то реакции. Реакции бывают не только у людей. Даже животные чувствуют неладное. Иди сюда, мой хороший, иди. Питомец Светланы Рукуновой, кот Эппл, в переводе яблоко, любитель продуктов, приготовленных без химикатов. За два года своей жизни он не съел ни кусочка колбасы с содержанием добавок с префиксом «е». И как бы мы ни старались, накормить кота не получилось и на этот раз. Эппл игнорирует принесенные ему импортные гостинцы. Когда кота начинаешь кормить, ему даешь все продукты. Пробовать. Колбасу он у нас не кушает. Он лучше съест предпочтение, дает натуральным продуктом. Мы пытались его кормить колбасой. Он может ее понюхать, облизать, но не съесть. Вот, смотрите, тут даже к бабушке ходить не надо. Даже не породистый кот, а то в еде разбирается. Колбаса вареная докторская имеет право так называться лишь в том случае, если содержит мясо не менее 60%. Больше можно на полтора процента. Меньше – нет. Ликбез о том, какую колбасу лучше выбирать жителям соседних стран, рассказывают регулярно. По данным российских инспекторов, на прилавках их страны из 800 килограммов проверенных колбасных изделий 600 были забракованы. А красноярцам и вовсе показали полное содержимое колбас, попадающих к ним на стол. Как показали лабораторные испытания, только два образца из 12 соответствуют нормативам. Качество остальной продукции критики не выдерживает. В 9 образцах помимо мяса содержались крахмал, соевый белок и влагоудерживающие вещества, которых по рецептуре быть не должно. Также обнаружены запрещенные добавки. Некоторые образцы и вовсе были сняты с дегустаций из-за внешнего вида. Сейчас появилось очень много искусственных компонентов. Это своего рода амортизаторы, красители, всякого рода вкусовые добавки. Наряду с этим есть так называемый общеизвестный продукт, как глюканат натрия, который является усилителем вкуса. И, естественно, есть химические компоненты, которые продлевают срок хранения вареных колбасных изделий. Взять простейшие антибиотики. Хотя это не предусмотрено рецептурой, но на сегодняшний момент применение их имеет место. От таких добавок докторская может стать совсем не то, что, как говорится, врач прописал. Хотя по стандарту эта вареная колбаса, если приготовлена по всем правилам, на то и направлена. Она для чувствительных желудков. Поэтому, выбирая колбасу, первым делом смотрите на название. Допустимо лишь одно слово – докторская. Не вареная докторская, не докторская премиум, а докторская. Если сомневаетесь, просите сертификат соответствия качества. А качество у нас можно считать международное. Та продукция, которая производится в промышленных масштабах, зачастую использует в процессе производства генно-модифицированные продукты. Поэтому не исключено, что на рынок Казахстана будут поступать такие продукты питания. Конечно, по себестоимости они будут на порядок дешевле. Сегодня колбасные изделия производят около ста предприятий по всему Казахстану. Уровень развития сельского хозяйства и его господдержка дают возможность не только выпускать торговую продукцию, но и самостоятельно готовить для нее сырье, проверяя на всех этапах производства его качество. У нас натуральная продукция. Сейчас есть заинтересованность китайских покупателей в поставке нашего отечественного продукта питания. Поэтому я думаю, что в ближайшее время это даст серьезный импульс для развития отечественного производства. Теперь при вхождении в единое экономическое пространство, евразийское, в вхождении в ВТО, с решением вопросов по ввозу органической продукции в Китайскую Народную Республику, у нас есть серьезная возможность расширить производство кратно. Рассказывая о достижениях своего сектора, Ербол Есинеев отмечает натуральность казахстанских продуктов. Ведь если бы было не так, покупать КНР нашу колбасу вряд ли стало. Сначала задачей ее правительства было накормить людей, потом накормить досыта. Теперь самую многочисленную нацию планируют кормить нашими качественными и натуральными продуктами. Хочу подчеркнуть, что наши колбасные изделия, деликатесы, произведены именно из местного сырья. Все сырье это казахстанское, все это местное. У нас свои подхозы, свои угодья, можем так сказать. Мы можем сказать, что у нас кластер, потому что у нас есть и производство зерна, делаем корма, потом идет у нас скот уже выращивание в хорошем большом объеме, своя сферма. И после этого мы перерабатываем. Мы улучшаемся. В прошлом году мы очень сильно улучшили качество. В этом году начинаем сотрудничать с очень многими европейскими странами, покупать технологии у них, развиваться, стараться не отставать от конкурентов. Сегодня на рынке основной фигурой является потребитель. Именно он диктует свои правила. И в условиях жесточайшей конкуренции производитель колбасы готов биться за своего покупателя. Но чтобы не оказаться на поле боя, нужно придерживаться своих правил и уметь выбирать только лучшее. Отличить колбасу настоящую докторскую мясную от немясной, если вы не специалист. Можно двумя способами. Обычным медицинским йодом, который красит крахмал в синий цвет. И свернув тонкий ломтик колбасы в трубочку, которая не должна была сломаться. Ломкость говорит о подделке. И на этом у нас сегодня все. Если вы что-то пропустили, ищите нас на сайте канала. Или пишите по адресу, указанному на экране. До встречи в эфире 24КЗ. Субтитры подогнал «Симон»!